привет народ в общем сейчас секундочку вот такая вот у меня сцепочка не помню даже откуда она у меня взялась ну вот микрофон ну неудобно не на майку никуда цеплять а сейчас мы вот так прицепим у нас 90 процентов работника атомной станции вот так пропуска наши и носит поняли да удобно когда-то работал так в зоне то приходилось искать на себе пропуск постоянно в общем давайте вот так разверну чтобы данные клиента не светить я надеюсь слышно меня так 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 что тут у нас потому что ну реально на майке он висит оттягивает майку в общем неудобно так чего-то тут у нас чего-то гремит вчера дождик был за ромами молнии ухтышка прям хоть записку не читай я просто в шоке а вот тут дупло какой белочка сделала себе просто белка сделала дупло называется интересное сегодня будет видео добрый день руслан просьба поменять осевой винт на ноже на новый чет я как-то нового не нашел так в комплекте ну да то есть народ вы понимаете что у меня как бы нет склада вот у меня там сзади склад за гаражом на амбар так вы знаете и там вот на все виды ножей на все марки и модель вот лежит по осевому а то и по два ну на всякий случай нет такого у меня как бы и на каждую модель ножа подобрать и всего это нереально даже вот просто скупить пол алиэкспресс и я уверен что 90 процентов не подойдет вот того что я закуплю там на 200 300 долларов даже да не подойдет там шах резьбы не то там я минуту то есть это нереально поэтому лучше как бы да вот на такие вещи заказывать писать на фирму указывать модель ножа и просить чтобы вам выслали бэнч мэйт кер шоу иногда спайдерка и я не помню колстил по моему тоже в принципе вот положили сфоткали аллергия просто жесть сейчас секунду я чихну наверно это не я чихаю это гром гремит я уже чихнул я просто вырезал этот момент короче опять чихать хочет прям вот в носу прям раздирают короче читаем письмо просьба поменять свой винт на ноже на новый ну новый желательно приложить я его не вижу ну вот его здесь реально нет да нет то я же говорю что ну все что то будем посмотреть если получится если есть что-то подберем если нет то ну беда а вот такие капли падают вчера рад был мы его не видели у нас не было а я в центре был в магазин ездил так там просыпала чуть-чуть проблема в том что он залит фиксатором резьбы не поддавался выкрутки пришлось высверливать но ничего не вышло надежда на вас нужно чтобы нож можно было раскручивать и обслуживать если можно черную накладку возле осевого как-то привести в нормальный вид следы от сверла и зажимки в общем скобочках типа убрать заранее благодарен сейчас посмотрим что у нас что-то тут такое прям аж почернела на ножичек сам по себе прикольный такой слушайте прям что-то я на него раньше вообще внимания не обращал ну фотки видел но но не думал что он такой тоненький прям тоненький тоненький клин большой относительно рукоятки то есть ну прям прям прикольный да рад пошел прям рад рад хороший насыпает прям ой давайте пойдем посмотрим на гра сначала какую камеру взять то давайте вот эту возьмем так я окошко закрою ухты как я вовремя вышел то да уж смотрите на трубу вода не успевает уходить я наверное и второе окошко закрою с этой стороны пойду ну Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Труба бедная не справляется Короче, как-то так В инстаграме подписчики спрашивают Русик, когда сделаешь обзор на скутер? Народ Ну, вот когда сделать обзор на скутер Если каждый день льет дождик? Реально каждый день И, собственно Ну, я на нем уже по идее должен накатать-то где-то тысячу Сейчас там 350 километров То есть Не получается даже кататься на нем Потому что погода не дает Вроде как лето Вроде как какое у нас сегодня уже? Восьмое число Июня Но, видите Погода вот такая каждый день у нас Каждый день Льет, 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 льет Так что как-то так Ремка Ты дождик не любишь, да? Видите Вроде как маленький такой град А виноград побил Виноград побил Значит и помидоры побил Значит и огурцы побил Значит и клубнику побил Ну, делайте выводы Весь огород Короче, пострадавший Ну, я надеюсь, это все Вот вчера точно так же было Прям моментально начался И моментально кончился Листья, видите, да? Нападало прям нормалек Хотя там того винограда Не навязалось Ну, и огород поплыл весь Так что Как-то так Ладно, идем Идемте ремонтировать ножи Ну, и боковой, видите Аж сюда залезал Вот Что, Аморда? Тут сухо у папки, да? Эй, ты морда-морда Не любишь ты дождик, да? Не любишь? Не любишь? Не любишь дождик? Морда ты Мокрый все равно А что ж ты, если дождик не любишь Под дождиком ходишь-то? Где Мусечка? Где, где, где? Где, где, родная? Где? Что такое? Что, солнышко мой? Что? Что? Намокла? Нет, сухая Сухая А где ж ты была? Рэм, не трогай Муську Иди домой, Муся, иди Иди домой Иди домой Пошли, я тебя запущу Ой-ой-ой-ой-ой Давай быстро Муся, домой Короче, народ Как-то так Что там у вас с глазом? Давайте я вам протру его О, вроде как нормально Все Дождик кончился Можно, в принципе Открывать это окошко Да Налило нам тут Налило нам тут Прям нормально На подоконник Короче, да Черешня вся лежит Ну, не вся Она хорошо побила Ладно Илюхин транспорт Смотрите Раз, два, три, четыре Пять, шесть И один мой Шесть к одному Илюхиного транспорта Здесь намного больше Чем моего В общем, поехали Что мы будем с этим делать? Вот так, наверное Оп Так, 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 так Давайте я буду надевать очечья Будем посмотреть Что здесь у нас Да уж Да уж Да уж Да уж Сверлил я, говорит Сверлил И так у меня Ничего не получилось Ну, кстати, нормально Ни люфтов Ничего нету Ножем можно пользоваться Клиночек почти по центру Чуть-чуть Убило его Ну, а так я скажу Ножичек понравился, кстати Да Я что-то как-то, ну Раньше Не замещал его даже Вот еще бы клипсу Сделать наоборот То есть глубокую посадку Вывернуть бы ее сюда И вот Сделать максимально глубокую посадочку Было бы вообще огонь А так он Ну, пол ножа торчит с кармана Ну, в принципе Ножичек прям Прям ничего понравился Слушайте, ну честно Не обратил бы Даже вот Ну, по фоткам Внимание на него Даже вот Ну В интернете Прошел бы мимо Ну, ладно, давайте Будем посмотреть Так Так-так-так Так-так-так-так-так Так-так-так Так-так-так-так-так-так Раз Обязательно отвечу Ну, чуть-чуть попозже Не то Так, что мы делаем с этим Ну, для начала Давайте мы Выкрутим то, что можно выкрутить Слушайте, не Надо открывать окна Потому как тут реально Можно задохнуться будет Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так Так-так-так-так-так-так Та нема твои рассады уже Можешь ее там не искать, мама Покосала ее Хорошо Так, откручиваем Таша Таша откручивается Два стежных И проворачиваю Для начала Вот так вот Раз-два Теперь плашечку вот эту Подрываем И в сторону ее Получится, нет? Давайте сейчас попробуем Не хочет, да? Не хочет она уходить в сторону Не хочет в сторону Не хочет в сторону уходить Ну, да ладно Здесь, видите, бонка Стоперная И она не дает И болт Хозяин нажат До конца не выкрутил То есть, вот он В сухом остатке там, видите, да? Сверлил еще и криво, короче, да? Ушел, видите, в сторону Запорол накладку Ну, короче, печаль, беда Ладно, давайте что-то будем Что-то будем думать Что мы будем думать? Что надо думать? Надо высверливать что-то Берем шурик Берем сверло И будем Будем высверливать Станочек сверлильный бы не помешал Конечно, было бы удобно Но я только Продал его недавно Поэтому будем Будем пробовать Тем, что есть в наличии Да, конечно, поиздевался Поиздевался человек хорошо Над ножом Поиздевался хорошо Над ножом Вот и все Да уж Что он сделал? Сдвинулся вниз Очень сильно И, короче, сделал Сделал Бяк-бол Тут весь Он выше гораздо Так, что как-то так Так И что теперь Вот так вот Теперь раз Он еще на родину Подшипниках Он еще и на подшипниках Еще и вот А, вот такой вот подшипник Видите, да? Он подшипник еще и хитрый Опа Куда? 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 Вот он Подшипник еще и хитрый Еще и хитрый Но кроме того, что он хитрый Игольчатый подшипник Проблема в том, что Куча грязи Так, ну Грязь мы, допустим Рышим Шайба у нас осталась целая Под подшипник Грязь мы отмоем Вымоем А вот Болтик нужно будет Подобрать Под осевой Ну и здесь как бы не просто болтик Нужен новый осевой узел С лыжкой Со шлицом Так Моем подшипник Давайте уберем вот это все Что нам не нужно Что нам не нужно Убираем Это все Это все Было здесь И все хозяйки на город Пошли смотреть на ущерб Нанесенный Градом Уже обсуждаю Слышите, да? Что побило Что осталось Что выживет Вот такая вот У нас погодка И ничего с этим не поделаешь Чем больше Люди вредят планете Тем хуже она себя чувствует Ну вот Как придется По оболенам У меня доставили В общем В общем В общем В общем Раз Два Так Сверлышко нам не нужно Сверлышко нам не нужно Сверлышко нам не нужно Убираем Так Хебешечка нам нужно Смывка Смывка нам нужно Клинер 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 нужен нам Брезаем Давайте сюда тоже Моделька Сама по себе Очень ничего Оказалось Но если бы они сделали Вот эту часть Из титана Был бы он вообще Ну как бы прям Намного полегче Соответственно Я думаю Что Ну Цена конечно Была бы Немножко другая Но и Восприятие ножа Было бы другое То есть Легче нож Намного Я думаю Легче было бы Купить вот так Вот Такой вот Коламбур Чем легче нож Чем легче Дается решение Его приобрести Вот такие Вот здесь У нас Ролики стоят Ролики На большинство У нас здесь Честно говоря Не очень Ролики Нравятся На ноже Не очень Но Куда ж ты денешься Если ребята решили Нам это продавать То Тому кому нравится Тот я думаю Купит Так У меня супруга Вот такую вот Коробочку купила В АТБ Поглядим Что тут у нас есть Так Ну Так 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 Раз Два Три Давайте будем Посмотреть Штанги Возьмем Цифровой Штангелечек Мы возьмем Цифровой Ну И сейчас Промерим Что тут у нас 4.93 Ну И Кто из вас Нам подойдет Я думаю Что они все Стандартные Да 4.93 Видите Подходит 4.93 Подходит Видите Так что Любой из них Бери И подойдет Здесь 4.92 Соточка Прослаблена Здесь Мы его В сторонку Отложим Вот Такой Вот здесь Рисунок А у нас Видите Да Нужно будет Головку Чуть-чуть Спилить И сделать Нам нужно Будет Шлиц Так Это Хорошо Теперь 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 Ну С этой стороны У нас Хорошо Что Голова Большая Мы здесь Можем Просто Поняли Что Сделать Под Больший Диаметр Рассвалить Вот Эту Часть И Сюда Сядет Четко Вот Этот Болтик Это Нам На пользу Это Хотя Можем И Поняли Проточить Вот Эту Часть Под Эту Часть Проточить Сейчас Посмотрим Что Лучше Будет И Примем Решение Соответствующее Ну Видите Да Здесь Человек Грел И Пожег Очень Сильно Подпалил Очень Сильно Вот В этой Части Прям Чем Паяльник Не знаю Либо Чем Грел Ну Прям G10 Пострадавший Здесь У нас G10 Пострадавший Да Он Прям Здесь Облазит Вот Так Вот Эта Шкурка Сгоревшая Слезла Ну И Теперь Мы Должны Понимать Что Нам Лучше Сделать Как Нам Лучше Подойти К этому Вопросу Конечно Лучше Было Б На Фрезерном Станочке Нам Это Все Четко Спозиционировать И Прям Сделать Ну Все Все Прям Поняли Да Тютя В тютю Ровно Потому Что Ну Как Б Шуруповертом Это Будет Ну Относительно Будет Относительно Ровно Но Не Совсем Чтобы Прям Так 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 Есть У нас Еще Один Осевой Есть У нас Еще Один Осевой Но 4.93 То есть Все Они Видите Стандарт Имеют Единый Но 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 Этот Нам Не Подойдет По Одной Простой Причине Что Сюда Видите Прям Проваливается Не Подходит Так Теперь Что мы Делаем Что мы Делаем Ну Кстати Это От Крысы Оригинальная Шайба Так 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 Что мы Делаем 7.92 У нас Наружный Диаметр Вот Этой Шляпы Головки И мы В него Должны Попасть Дальше У нас Здесь Два Варианта Либо Рассверлить Отверстие Понимаете Вот Это Рассверлить Отверстие Либо Сделать Шлиц Я Думаю Что Ну Как бы Портить Издеваться Над Ножем Мы Не Будем Ломать Его Конфигурацию То Есть Рассверливать Мы Ничего Не Будем Поэтому Нам Придется Сделать Шлиц Нам Придется Сделать Шлиц Ох Вот Здесь Видите Да Все Все Вот Так Вот То есть Пытался Бармашина Наверное Сначала Сделать Ему Шлиц Открутить Не Получилось И Пошел Как Говорится Во все Тяжки В общем Что Мы Делаем Мы Идем На Токарный Станочек Идем На Токарный Станок Делаем Сначала Загоняем В Нужный Диаметр Головку Она У нас Крутиться Не будет Но Видите Да Здесь У нас Вот Так Просто Проточка А Здесь У нас Звездочка То есть Чтобы Не Получилось Что Опять Хозяин Нажа Начнет Крутить Потом Забудет С какой Стороны И Начнет Срывать Голову Ему В Общем Снимаем Диаметр Снимаем Диаметр Нам Нужна Будет Еще Одна Вот А вот Смотрите Какая История Есть У нас Уже Подшлиц Есть У нас Ну-ка Давайте Сейчас Попробуем Ну Прям Четенько Видите Да Прям Четенько Четенько Может Быть Мы Переиграем Сейчас Эту Всю Историю Там Нам Нужно Сейчас Два Два Болта Один С этой Стороны Закрутить Есть Видите Один С этой Стороны Закручивается Ну-ка 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 Так Вот Даже Видите Прям Хотя Этот Мы Можем Наверное Поставить Все-таки С этой Стороны Давайте Вот так Вот Его Обыграем Смотрите Прям Четко Он Сюда Становится Прям Четко 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 Так Что Переиграем Наверное Эту Ситуацию Не Будем Мы Портить Нормальный Осевой И Теперь Нам Нужно Найти Второй Болтик Ответный С Этой Стороны Поставить Так 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 Вот Он По-моему Вот Этот Подойдет Четненько Сюда Раз Все А не Не все Начал Крутиться А шах Резьба Не тот Начал Крутиться А шах Резьба Не тот Шах Резьба Не тот Ну-ка Вот Этот Товарищ Тоже Явно Шах Резьба Не подойдет Да Шах Резьба Не тот Короче 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 Думай Голова Шапку Куплю Раз Так Это Мы Все Сюда Пока Что Это Сюда Это Сюда Это Сюда Это Стоять Ага Вот Все Правильно Ну Вот Этот По Ниткам Подходит То Есть Этот По Резьбе Подходит Но Не Охота Его Собственно Поняли Да Что Делать Разлучать С Оригинальным С Оригинальным Осевым Хотелось Обойтись Меньшей Кровью Скажем Но Явно Хотелось Нам Но Не Ему Хотелось Нам Но Не Ему Парапапапапапапапапам Ну Ка Иди Сюда Ну Ка Иди Сюда В Общем Народ Однолин Однолин нитки заходит и все и клинит нет у нас такого болтика чтоб прям туда стал и все поэтому что мы делаем поэтому мы будем разлучать парочку нашу будем брать будем брать вот этот болтик и сюда его вкрутим но теперь решение нужно принять по поводу вот этой эпопеи здесь мы ровненько подрежем сейчас здесь я отрезал чем-то вообще типа на этом самом как его на дремель отрезал вот здесь вот нам уже нужно принимать решение либо мы вот эту историю сюда ставим либо же мы то корнем его под этот диаметр я даже затрудняюсь он скажем так ответить поэтому поводу давайте посмотрим 977 был бы у меня фрезерный станок я бы сейчас поставил сюда резец спозиционировал это все и аккуратно фрезер но но так как у меня фрезера нету делать это нам придется понимаете да делать это нам придется либо вручную либо вручную либо дайте подумать как лучше сделать все таки лучше нам будет проточить головку под вот этот диаметр уже имеющийся у нас ну потому как все равно она не перекроет полностью видите вот вот это вот проблемное место и она у нас останется поэтому 8.2 делаем так а у нас есть 977 в общем поехали народ сейчас мы что делаем это зажимаем то есть использовать мы будем вот эту историю как втулку для фиксации вот этой головки в трехкулочковом патроне чтобы за резьбу не хвататься мы вот так вот я возьму и прямо на месте проточим поехали камеру я не вижу смысла доска там все равно ничего не будет видно ладно в принципе давайте потом буду только считать русик чё камеру не взял пойдемте пойдемте ладно говорили уговорили так 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 раз два три камера прикрутим сейчас и вот так вот мы оставим его так давайте дверь открою пускай протянет сквознячок так 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 не получится видите у нас взяться у меня здесь кулачки проточены поэтому будем использовать санговый патрон нужно вот сам вот эту снять установить санговый патрон и только тогда мы сможем это все нормально проточить подобраться скажем так вплотную теперь сможем сделать вот так вот и теперь уже перенастраиваемся сюда так и теперь уже зажимаем вот так есть контакт проверяем все четенько теперь штангель и нощий так 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 что тут у нас тут у нас 8 а тут у нас тут у нас тут у нас тут у нас восемь семнадцать восемь и два в общем ладно восемь сорок три восемь двадцать три две соточки давайте мне кажется что сейчас все должно встать чётенько прям чётенько прям плотненько становится прям плотненько проверяем так нам нужно еще сейчас выкрутить секундочку эту историю и торцом идет эту часть так давайте проверим как она будет прям здесь можно даже фасочку еще снять видите да вот это вот некрасивая получилась переход как раз мы сейчас фаску сделаем красиво чтобы все становилось сделаем фасочку что все прям было по заводскому скажем так так теперь развернем резечек вот этот поставил да и мимо левое вращение и на обратных оборотах сейчас с этой стороны подберем все и прям будет она сейчас были стек как положено ну касс смотрим заводик прям вот заводской винтик хорошо теперь что мы делаем теперь мы что делаем это мы открутим эту историю и торценим хотел показать но вы поняли да сейчас на ту камеру покажу торценим вот эту часть так 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 есть выкрутили и теперь давайте попытаемся показать видите да как криво здесь я пилил я не помню даже что здесь я пилил и почему ну нужно ровно сейчас его торцы лучше был ровный торец есть аккуратненько сейчас мы вот этим резичком торцы нем и все и в принципе в принципе все раз два и три так камеру снимаем так 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 а вот тут у нас какой зум возвращаемся на место ну и в принципе все можно собирать единственное что нам осталось это выровнять вот эту шайбу мы будем ровнять на блинчики на вот это помощи молоточка из цветного металла он не будет оставлять более твердой шайба вмятины но тот же момент его веса хватит для того чтобы выровнять шайбу есть все шайба ровно теперь берем наждачку 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 правильно водичку так это что сюда у нас уходит эта штука эта штука в принципе могла 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 сюда стать с этой стороны но видите ее здесь немножко не хватает то есть кусок будет торчать поэтому мы его скомпонуем этот видите по шагу по резьбе он сюда подходит но по диаметру видите немножко не совсем ну да ладно может где-то вот это все и пригодится так это творчество художество мы выбрасываем все равняем шайбочку водички чуть-чуть шайбу уравняем на плоской плите скажем так есть равномерный износ одинаково везде все чуть-чуть пойдет так теперь это сюда это сюда это сюда все поехали собираем это там надо будет положить в обратный путь шучу конечно выбросим в принципе вроде как все можно собирать можно собирать здесь у нас еще раз мы проблезнем это все протрем чуть-чуть лайнерочек поддаем в эту сторону вот так вот в принципе все должно сейчас встать на свои места хорошо выжаться и так не понял а вот а куда я убрал не туда убрал на нам этот болтик нужен да мы убрали вот сюда мы убрали с той стороны он уже стоит это я поспешил его избавиться так теперь есть с этой стороны мы его вставляем ну и в принципе вот этот шлиц вот здесь не нужен потому как видите да вот этот шлиц вот эта лыска держит осевой он не будет прокручиваться поэтому для хозяина ножа говорю что не нужно его держать с той стороны в принципе при разборке ножа все обильно вот так вот хорошенько заливаем дальше клин куда идут клинку клин дальше клиночек на место и опять закапываем его смазочкой так штифт стопорный на место дальше подшипник прокапываем его и с этой стороны дополнительно ну и в принципе народ вот и все 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 должно стоять на свои места все должно сейчас закрутиться видео и держаться будет вот это плашках за счет вот раз фиксации у нас ну два три это понятно но и здесь видите да вот за счет того что наш болт сейчас четко здесь сюда встанет и разобрет собой плашку во все стороны то есть опять же будет дополнительно фиксация ну и здесь и здесь посадочные места тоже видела он садится класса так вот чётенько по этой причине мы сначала стяжные посадим так 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 сначала стяжные посадим без фиксатора резьбы без фиксатора резьбы а уже осевой я даже не знаю теперь с фиксатором сажать или без потому что видите да как люди так давайте посмотрим что тут у нас сходится ли все должно все сойтись сейчас ну может и не сойтись нет не сошлось то есть поняли вы дальше случилось у нас получается длина осевой втулки осевой бонки меньше чем длина двух болтов то есть она короче два болта встретились там уперлись друг друга и все и и печаль беда теперь какой нам нужно болтик укоротить давайте проверим ну походу шоу шоу и тот и тот придется по чуть-чуть спиливать видите да втулочка у нас стоит четенько вот здесь вот так вот она ну а вон там он уже не не видно он видите да уже болт с той стороны уперся у нас короче народ вот так вот берем смотрите пробиваем этой же отверткой отверстие в тряпке теперь в это же отверстие продеваем болтики теперь можно спокойно работать можно спокойненько обтачивать плюс к тому же ко всему если мы нажмем сейчас крутилку он будет крутиться и можно обрабатывать вот как хочешь ну все классно прям лайфхак как можно обрабатывать вот такие вот мелкие мелкие вот такие вот болтики чтоб не вырвало всего из рук и чтобы его потом двое суток не искали по полу так вроде как выжился не выжился стал на место даже даже чересчур уже можем зажать его то есть это как раз прям в аккурат в аккурат плотненько стал ну и в принципе все вот так вот смотрите все хлепует все замечательно клиночек у нас по центру вот так вот все отлично все хорошо в принципе вот так вот это выглядит теперь ну восстановить вот эту часть уже не получится прям до изначально нового состояния понимаете да как кто-то в сказке я не волшебник я только учусь так я даже не учусь потому как это не хорошее дело если библию считаешь то волшебство то мой ой ой очки мои очки в принципе на фиксатор резьбы я не буду сажать с этой стороны болтик и с этой стороны не буду сажать пускай будет так как есть чтоб человек мог его разобрать собрать он раскручиваться не будет зажался он тут туговасто ну я считаю более чем четенько все видите да флипует у нас ножичек клиночек у нас помните да по центру с этой стороны у нас вот так вот все четко видите прям подошел этот болтик а с этой стороны вот так вот ну конечно было бы логично да чтобы белый с этой стороны а черный с этой стороны но у нас так получается вот вот так вот наоборот сделал все что мог потому как не волшебник и даже не учусь на сегодня все народ пока пока увидимся и и Продолжение следует...